zip файл youtube сегодня я покажу видеокарты которые прошли через мои руки за последние года полтора поэтому не удивляйтесь ценам когда я буду озвучивать что и за сколько покупал хотелось конечно снять видео отдельно про каждую карту с тестами возможностями но часто до записи руки не доходили видяхи быстрее шли на запчасти более рабочие варианты в сборке или на вторичку с целью поднять немного денег отснятый материал жалко было бы просто удалить поэтому это будет такая себе сборная солянка думаю каждый любитель компьютерных железяк сможет найти в этом ролике что-то для себя это не все графические адаптеры что прошли через меня за последнее время так как многие просто не попали в кадр те что удалось потестировать на камеры уже есть на моем канале отснято было около 120 гигабайт и все это надо куда-то девать место на жестких дисках все же не резиновое его надо освобождать под новые футажи и так приступим купил я себе вот такую msi r7 370 на онлайн барахолки easy за 850 гривен карта из 2015 года по сути это ребрендинг модели hd 7850 2012 года отличие только в названии и частотах адаптер обладает двумя гигабайтами gddr 5 памяти с чипами от samsung шина 256 бит покупал я ее на свой страх и риск без проверок и тестов в объявлении было указано что человек продает карту из компьютера брата пока тот служит в армии скрины скинуть он не может так как пока уже разобран но вроде она была рабочая видяха пришла в родной коробке но без какого-либо комплекта все заглушечки портов кроме одного dvi были на месте по интерфейсам присутствует дисплей порт hdmi и 2 dvi охлаждение похоже на серию armor есть одна тепловая трубка кулера вроде целые для дополнительного питания предусмотрен шестипиновый коннектор tdp адаптера где-то 110 ватт на обратной стороне текстолита никаких потемнений или сбитых компонентов замечено не было вроде не грели и не паяли видно что система охлаждения снималась нарушена пломба на болтике каких-либо заметных повреждений нет точная модель указана на наклейки сейчас я ее полностью разберу заглянем под охлад посмотрим на чип и состояние термоинтерфейсов хладомазь на чипе белая похоже на произведение отечественного хим предприятия сам кристалл вроде целый есть немного пыли на текстолите но это легко убирается на радиаторе системы охлаждения виден коричневый налет и следы от нагрева температуры там были нехилые но вот этот налет скорее означает что компьютер эксплуатировался в помещении где курят налет присутствует на всем радиаторе и на кожухе вентиляторов видеокарта курильщика в общем к тому же чувствуется характерный запах табака сейчас я пойду это все отмывать оттирать и после обработаю каким-либо спирто содержащим ароматическим раствором чтобы отбить запах курева для примера покажу уже отмытую часть и нетронутую разница очевидно не все удалось оттереть некоторые следы остались но выглядит и пахнет уже куда лучше вертушки на удивление в хорошем состоянии не скрипят и не люфтят сам охлад msi armor с одной теплотрубкой мне не нравится часто они выходят из строя не то что кулера а сама трубка перестает проводить тепло в целом это r7 370 в хорошем состоянии дальнейшая судьба такова я обменял ее на более мощную r9 390 от гигабайт получилось так что у клиента комп при выключении не газ а уходил в перезагрузку причину я искал долго и это оказалось связка конкретно этой мощной видеокарты и 970 чипсета на m3 плюс материнки тоже от гигабайт причем эта проблема и проявлялась и на другой похожей доске из-за того что человек потом просто выдергивал пк из розетки у него не раз слетала операционная система он вызывал меня и я раза три переустанавливал ему винду пока не забрал компьютер к себе домой и не выяснил причину перезагрузок по итогу я просто заменил графический адаптер да хоть и на более слабый но денег за все они кейские работы я у клиента не взял к тому же кроме танков и зумы он ни во что не играл его пока стоял в грязном пыльном гараже для просмотра ютуба и баталии world of tanks там же собирались на пьянку его друзья и этот пока всегда получал свою дозу пинков со стороны пришедших собутыльников так как стоял в проходе главное что теперь с r7 370 он может играть в свои танчики и комп работает так как и полагается следующая видеокарта была приобретена у майнера и для майнинга за 1000 гривен это аналог geforce gtx 1060 на 3 гигабайта gddr 5 памяти модель p106 90 от зоток которая не имеет видео выходов присутствует шестипиновый коннектор дополнительного питания маркировка у вас на экране карта не вскрывалась китайские пломбы на месте кулер крутится и в полном порядке вообще эти видяхи довольно холодные жаль только то чтобы на них играть приходится долго танцевать с бубном возле своего пк брал ее конечно не для игр а для майнинг экспериментов через время купил еще одну примерно за ту же цену для добычи криптовалют эти экземпляры подходят отлично копают ворону эфир классика монету тонн и много других tdp около 75 ватт цена на них сейчас выросла в 5-6 раз и особенно сливать их майнеры не собираются и пока я буду разбирать расскажу дальнейшую историю моих двух таких карт отмайнил я на них где-то месяца 3-4 копал правда не то что надо и не там где надо но в целом экспириенс получил продал обе п106 в начале прошлого года по полторы тысячи гривен у всех барыг на улыкс была примерно такая же цена кто мог знать что сейчас они спокойно уходят тысяч по 5-6 я могу предположить что где-то через полгода может чуть больше как только закончится майнинг монеты тонн и эфира классик эти девайсы появятся на вторички в больших количествах вот только вопрос что с ними потом делать разве что придумают новые доходные монетки идем далее видеокарту gigabyte gaming one r9 390 вы уже могли видеть в ролике про отмачивание радиатора который прикипел это та самая карта на которую я поменял r7 370 состояние у нее было плачевное температуры под 100 градусов нагрузки что-то похожее на кпт-8 под радиатором рассохшиеся термопрокладки и так далее после отмачивания и замены прокладок я заметил что они немного толще чем надо соответственно контакт охлаждения с чипом плохой и температуре все равно довольно высокие пришлось мне заказать на всякий случай прокладки разной толщины от arctic на ускоренном видео покажу сам процесс их замены а пока расскажу на что стоит обращать внимание при установке новых термопрокладок и дальнейшую судьбу карты при замене термоинтерфейсов не ленитесь разобрать видеокарту и замерить толщину всех прокладок в разных местах на чипах памяти vrm под бэкплей там размеры могут отличаться лучше иметь запас прокладок разной толщины городить бутерброды из них не самый лучший вариант но я и сам таким грешу когда попадаются особо толстые тут уж куда деваться также после замены терморезинок и нанесения холодомазе не поленитесь собрать карту и разобрать чтобы посмотреть на отпечаток чипа на радиаторе потому как если из-за толстых термопрокладок не будет нормального контакта легко перегреть процессор и убить дорогую видяху если прокладки будут сильно тонкими они не будут достаточно отводить тепла от банок памяти или мосфетов и соответственно опять нестабильная работа перегрев и выход из строя на этой r9 390 я немного играл немного майнил жрет она конечно прилично почти 275 ватт копал я на ней опять же не то и не там но свой экспириенс получил и когда мне понадобились деньги я продал ее примерно за 150 долларов это было где-то за 3-4 месяца до взлета цен на видеокарты в двадцать первом году в то время она тащила все да и думаю сегодня была бы пушкой бомбой для многих игр следующий в моих руках оказалось msi armor rx 470 на 4 гигабайта с памятью gddr5 от samsung майнинг эдишен купленная за 1700 гривен но с дефектом высокие температуры карта естественно после майнинга причем где и сколько она это делала неизвестно пломба вроде на месте хотя это еще не показатель что в нее не лазили кулера крутятся но один уже поскрипывает а значит скоро его нужно будет менять вообще я надеялся что проблема высоких температур всего лишь высохшем термоинтерфейсе так как карта по идее не разбиралась по моим тестам фурмарке она грелась до 90 градусов буквально за пару минут ну что будем разбирать раскрутив систему охлаждения предо мной предстала такая картина довольно пыльный текстолит термопаста каменная охлаждение от msi armor просто дно одна теплотрубка толстенные термопрокладки для трех чипов памяти из восьми одна прокладка вообще другого цвета что немного странно под отдельным маленьким радиатором находится зона vrm на основном радиаторе от больших температур отпечатался рисунок графического чипа ну и пока я разбираю чищу и собираю все элементы расскажу что с видях и произошло далее замена термоинтерфейса и обслуживание не помогло температуры остались прежними на этом охладе вышла из строя теплотрубка да такое бывает и так как в этой системе она одна эффективность отвода тепла снизилась очень сильно немного погуглив я узнал что это типичная болячка этих адаптеров от msi а именно системы охлаждения armor с одной теплотрубкой у продавца подобных экземпляров было несколько и все с одним дефектом это только дополняет статистику конкретно эта видеокарта пробыла у меня дольше всех и продал я ее только летом 2021 года она майнила за счет памяти от samsung давала более высокий хешрейт и лучше гналась чем другие подобные ей я на ней играл стримил в общем использовал по максимуму единственный минус это всего один 9 выход и подключить второй монитор не представлялось возможным естественно систему охлаждения я дорабатывал для начала заказал почти новый охлад от подобной rx и только от xfx с большими вертушками и уже четырьмя теплотрубками плюс широкое медное основание продавец говорил что снял с новой видеокарты которая отработала всего месяц поверим ему на слово к большому сожалению эта система охлаждения не подошла ребра радиатора упираются в двух местах в конденсаторы и дроссель курочить охлад а тем более карту мне не хотелось пришлось искать альтернативу этот кулер я потом продал за ту же цену что и взял 350 гривен началось самое интересное подбор адекватного охлаждения чтобы видяха не жарила как печь первым на очереди был куплен за пару сотен универсальный кулер на три термотрубки от deep cool модель в 300 хорошая тихая система из прошлого с 92 миллиметровым вентилем и трехпиновым подключением когда-то такой же стоял у меня на geforce 9600 gt с ним же рафина не грелась больше 52 градусов конечно нужно будет еще придумать радиаторы на чипы памяти оставлять их без внимания не хочется вот такие ежики у меня остались с какой-то другой карты клеить их буду на двухсторонний тонкий скотч для led лент теплопроводный ждать соли не было времени но и этот будет справляться неплохо также я купил нерабочую his hd 6790 но с нормальным охладом причем продавец приложил еще один такой же в подарок его я потом продал отдельно за 150 гривен обошлась 6790 мне где-то в 300 гривен по креплениям с rx 470 система охлаждения от старушки подходит тут уже хотя бы две теплотрубки единственное нужно будет наводить суету с вентиляторами сниму их с родного охлаждения msi armor как-нибудь закреплю чтобы подключить их в стоковый разъем ну и еще была идея прилопатить два кулера снятые с xfx что из этого вышло сейчас увидите пока я перебирал что к чему получилось так что deep cool правильно установить не получается мешают теплотрубки они упираются в элементы на плате а если его развернуть и закрепить в другом положении все те же трубки или радиатор будут уже упираться в материнскую плату и просто не дадут установить видеокарту в сокет все-таки не рассчитан этот кулер на такую близость других элементов к процессору их жаль deep cool был бы хороший вариант гнуть моего конечно же не будем радиатор от hd6790 подошел на отлично ничто нигде не мешает и воздух через ребра проходить будет хорошо есть нюанс при его установке не будут достаточно охлаждаться чипы памяти но некоторые вендоры вообще с этим не заморачиваются прикрутил на несколько маленьких винтов на охлад кулера от xfx так как они больше почти не имеют износа и соответственно тише система охлаждения получилось трехслотовая выглядит как тот еще колхоз но работает и осталось проверить эффективность крутится охлаждает выглядит правда не очень меня смущают открытые лопасти вертушек и есть подозрение что от вибрации со временем крутиляторы могут отвалиться закреплены они не очень надежно ведь резьбы в ребрах под их крепления не предусмотрено по итогу я снял родные кульки с кожухом от армора и присобачил на стяжке к радиатору от his работает это все примерно также но выглядит куда надежнее видеокарта в таком состоянии отработала где-то месяц проблем вылетов и перегрева не было температура ядра стала ниже 73 градуса на графическом процессоре фурмарке намного лучше 90 на стоковой системе охлаждения потом я еще раз сменил охлад на этой видяхе но это будет дальше перейдем еще к одной интересности что попало ко мне в руки на этом фрагменте видно еще одну карту от zotac p106 90 но она абсолютно идентична той про которую уже шла речь а вот то что лежит ниже это сапфир nitro plus rx 480 на 4 гигабайта gddr 5 памяти охлаждение у этих карт считается одним из лучших сама видюха из-под майнера и была куплена за 1850 гривен кому интересно поглазеть на модель она перед вами покупалась как рабочая опять же без проверок с доставкой на мой страх и риск вентиляторы в нормальном состоянии без люфта и скрипа на карте присутствует так называемый dual bios есть его переключатель также кнопка регулирующая подсветку светится в ней надпись сапфир дополнительное питание нужно 8 пин сапфиры мне визуально нравится выглядят строго замена изношенных кулеров у них проходит проще чем на других картах но пока мне делать этого не нужно а вот коннектор питания вентиляторов при разборке и вытащить оказалось той еще проблемой пока я разбираю rx у расскажу про нее она оказалась самой грязной из всех что у меня были термопаста оказалась сухой текстолит в пыли и жирных потеках от термопрокладок внешнее состояние конечно не очень естественно это все чистится отмывается и сушится на чипе и я обнаружил скол кристалла и некоторые царапины система охлаждения тоже имеет явные следы неаккуратного обращения видно до меня ее разбирал какой-то рукожоп но с этим уже ничего не поделаешь нужно собирать и проверять я погонял видяху в нагрузке она проходила все стресс-тесты в играх работала без проблем память у этого адаптера от элпиды плохо гонится мне удалось заставить ее майнить без просадок на ядра зависимых алгоритмах а вот в добыче эфира она давала заметно ниже хешрейт чем другие карты продаван заслал ее с зашитым корявым биосом под майнинг и я предполагаю что это вызвало какие-то проблемы с памятью сколько она проработала у него в таком режиме неизвестно но теперь хешрейт на зависящих от памяти алгоритмах был ниже чем на других собратьях в остальном с ней проблем не было в играх все тип топ отмайнила она на вороне месяца 3-4 и по итогу я продал ее за 3300 гривен следующий девайс на моем подоконнике это asus rx 470 майнинг эдишн 4 гигабайта gddr 5 памяти наверное самое дерьмовое решение из всех вендоров линейки rx 400 500 серии наклейки все какие-то выцветшие пожухлые как будто их чем-то терли возможно карта работала во влажном помещении или подвергалась прогреву винты со следами ковыряния но на одном из них наклеена типа пломба видно что она новая и белая в отличие от остальных стикеров поэтому не ведитесь пломбы продаются отдельно и любой может сделать вид что его умайненная в усмерти перекопанная карта как будто не вскрывалась видяха возможно жарилась по всему текстолиту в местах пайки видно какой-то потресканный лак или компаунд скорее всего условия эксплуатации были не лучшими на текстолите непонятные следы и капли всюду какие-то разводы и белесый налет в общем так себе внешний вид но давайте разбирать термопаста просто каменюка также есть отпечатки рисунка графического процессора на радиаторе чипы памяти с явными следами воздействия больших температур покупался сей адаптер как обычно из под майнера и судя по всему не обслуживался продаван сказал что она рабочая но не держит заявленные частоты и как я говорил ранее это одна из самых конченных версий видеокарт от asus expedition как видите никакого охлаждения на памяти чипы очень сильно греются кулера изнашиваются быстро одна из вертушек неприятно скрипела изначально производитель в bios занизил power limit до 85 ватт поэтому она и не держит частоту по ядру так как пытается уложиться в него приходится вручную поднимать tdp до нужных 120 ватт иначе производительность этой карты сильно страдает но тут уже вопрос как долго протянет питальник и рассчитан ли он на это стоковый bios на эту дрянь сложно было найти перекопав около 25 вариантов на тэч power up только один подошел в общем сплошной геморрой купил я видяху за 1600 гривен пару-тройку месяцев на ней отмайнил и продал за 3300 гривен такие экземпляры лучше обходить стороной следующим мне попал вот такой вот монстрик r9290 на 4 гигабайта gddr 5 памяти она изначально бралась как нерабочая мне нужен был только охлад это arctic aceler extreme топовый в своем сегменте большой радиатор и 5 теплотрубок универсальный и подходит для горячих видеокарт кульки на нем к сожалению подуставшие крайне еще хоть как-то вертятся средний еле-еле прокручивается пальцем жаль что они не обслуживаемые купил я этот бутерброд если мне не изменяет память за 600 гривен иногда отдельно за такую систему охлаждения даже бу просит в два раза больше разобрав аппарат я заметил что коннектор кулеров поврежден и скорее всего сами вертушки придется менять целиком вместе с кожухом на карту еще была надежда что она даст картинку а пока посмотрим на ее внешний вид чипы памяти усеяны мелкими радиаторами что очень хорошо такие всегда нужны правда держатся они одни на термопасте другие на двухстороннем скотче как попало в общем сейчас все поснимаю обслужу и проверю на запуск кристалл вроде целый следов прогрева не видно как бы не было печально картинка есть но присутствуют артефакты и когда подхватывается драйвер ловим черный экран это отвал жаль на тот момент у меня не было фена чтобы провести хотя бы диагностический прогрев и попробовать оживить ее на время вертушки сразу отправляются на помойку а все остальное идет на донорство радиаторы чипов памяти основной радиатор и планка портов вывода пригодятся оплата ушла на распайку через OLX чуть меньше половины стоимости я хотя бы отбил плюс 250 гривен остатки охлада от arctic и тут на мою rx 470 от msi ежики чипов памяти тоже правда не все банки получилось накрыть из-за большого основания радиатора с универсальным креплением она заходит на часть чипов поэтому и не все ежики стоят ровно по центру банок а под оставшиеся два чипа я просто положу термопрокладки кульки от arctic отправились в утиль и временно я опять присобачиваю родные вертушки от армора все-таки 5 теплотрубок намного эффективнее двух стоявших прежде и тем более стоковой системы охлаждения вот так это выглядело по итогу температура значительно снизилась на горячем алгоритме ковпов на открытом стенде больше 56 градусов на ядре не было результат просто отличный но это все еще смотрится колхозно плюс скрип кулеров никуда не делся в официальном магазине arctic в германии я заказал кожух с вентилятором под этот радиатор arctic aceleru extreme 4 это обошлось мне дешевле чем искать такие на вторичке и тем более в местных магазинах за кульки с доставкой из германии я заплатил около 650 гривен в то время как у местных барыг цена колеблется от полтора до трех тысяч забыл охлад в сборе мне же он целиком обошелся в каких-то 950 да еще с нульцевыми оригинальными крути ля тарами я установил все на свою rx 470 и она стала выглядеть супер конечно сам по себе arctic aceleru extreme 4 охлад довольно громоздкий и не в каждый корпус влезет но зато он очень эффективный и смотрится бомбезно эта видеокарта пробыла у меня чуть больше полугода может месяцев семь-восемь все это время я на ней майнил играл в игры стримил проблем никаких не ощущал разгону она поддавалась хорошо температуры были очень щадящие до 60 градусов пиковой нагрузки в закрытом корпусе и в таком состоянии по причине островой финансовой необходимости летом 2021 года я продал ее за 4750 гривен как временное решение я прикупил старушку печь 550 ти точную цену не помню но вроде бы гривен за 350 без тестов и гарантий просто по lx доставки версия от гигабайт с большой но не очень эффективной системы охлаждения вентилятор в норме видях и нужно дополнительное питание виде 6 пин коннектора сама немного пыльная но как и обычно меня это не пугает с обратной стороны текстолита есть некоторые пожелтения а значит какие-то элементы сильно грелись но в целом повреждений не видно сняв радиатор я увидел термопрокладку которая накрывает только три банки памяти остальные ничем не накрыты была она там завода или кто-то ее туда положил непонятно термопасту на чипе меняли но от пыли забыли почистить во время обслуживания я сделал пару бутербродов из термопрокладок на остальные чипы так как не нашел нужного размера все ушло на r9 390 оттер очистил всю грязь скрутил обратно и видяшечка даже оказалось рабочий но вот температуры все равно были высоки примерно 90 градусов на ядре под фурмарком это горячо родная система охлаждения показала себя не с лучшей стороны я решил заменить ее на светившуюся ранее дипкул в 300 дополнительно наклеил на чипы памяти уже нормальные радиаторы дипкуловский охлад встал на печку отлично правда теперь она будет занимать три слота расширений но эффективность того стоит 71 градус в максимальной нагрузке при полных оборотах кулера сама вертушка тихо и и почти не слышно на gtx 550 ти я посидел недельку или чуть более и продал ее с хорошим охлаждением за 800 гривен стоковый кулер тоже ушел на olx за 150 гривен далее идут двое из ларца купленные за 300 гривен nvidia квадры в нерабочем состоянии я тешил себя надеждой что возможно магический прогрев поможет воскресить хотя бы одну из них первая квадра fx 3 800 на 1 гигабайт gddr 3 памяти с шиной в 256 бит она не поддерживает и ссылой присутствует какие-то неизвестные мне разъемы кто знает для чего они нужны напишите в комментариях турбина у нее живая внешне карты грязные присутствуют следы канифоли или флюса возможно она была у кого-то в ремонте вся ее предыстория неизвестна продавец нашел ее в гараже больше сказать нечего 2 квадра 5000 этот зверь уже выглядит покруче она очень тяжелая имеет на борту два с половиной гигабайта gddr 5 памяти и шину аж в 320 бит это видяха уже может в слай есть разъем под g-sync для чего это я не в курсе карта также грязная есть окислы на контактах слота pci следов пайки я не заметил а вот винтики явно крутились до меня кожух турбины почти не держится пока на фоне будут проходить манипуляции с первой квадра я расскажу что с ними было и что стало обе карты давали картинку но при установке драйверов одна выпадала в черный экран а вторая снежила артефактами решив что с ними я возиться особо не хочу выставил их на запчасти на ул x 5000 довольно быстро ушла за пол косаря гривен как донор и и я даже не успел отснять но разбирал смотрел там довольно массивный охлад грамм 300 или даже полкило меди плюс весь остальной кожух теплораспределитель и прочее карточка весила прилично чип там стоит от gtx 480 довольно горячий и страдающий отвалами экземпляр поэтому особенного смысла в восстановлении я не увидел жаль что не удалось получить такую в рабочем состоянии на fx 3 800 установлен графический процессор от gtx 275 тоже та еще печка и тоже подвержен перегревом и отвалом я пробовал дунуть на него феном пару раз но результата это не дало когда я начал осматривать фиксину внимательнее то увидел несколько сбитых элементов что это за элементы я к сожалению не знаю да и смысла восстановлении такой старушки не вижу рабочий аналог этой видяхи можно купить в пределах 500 600 гривен ремонт на стороне точно не вышел бы дешевле а я нужными знаниями да и донорами деталей не обладаю некоторое время спустя она ушла на вторички на запчасти человеку не столько нужна была сама карта сколько винты крепления системы охлаждения плюс 200 гривен в мою кассу и и И последняя в этом видеокарточка, что попала в объектив камеры. AMD Radeon HD 5570. Вы ее уже могли наблюдать в ролике про выживание на 1156 сокете. Там есть ее тесты и опыт использования в современных реалиях. Покупалась она за 350 гривен, как HD 5670. Но продаван либо перепутал, либо специально написал другую модель. Разница между ними есть, но не столь существенная. В моем распоряжении она пробыла недолго и ушла по месту за 500 гривен. Этот адаптер на сегодня довольно слабый. Скорее пойдет под офисные нужды, или играть на минималках в простые онлайн дрочильни или казуальные игры прошлых лет. Это не все видеокарты, что прошли через мои руки за последние полтора года, а только лишь те, что попали в кадр. Еще с десяток другой прошли мимо объектива камеры. Много нерабочих или полурабочих экземпляров было. Кидалы все-таки никуда не делись. Многие из них просто затычки, недостойные внимания, которые покупались по низу рынка, обслуживались и продавались в полтора-два раза дороже. Это и Radeon X1300, HD6450, Giraffe GT210 и прочие. Пару более-менее свежих карт, типа RX 570 и 1050 Ti, но про них и так много информации на просторах YouTube. Как-то так, надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и ударить в бубен, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео и стримов. Возможно, кому-то помогут таймлапсы с разбором разных видеокарт. Кому-то предостережение о покупке карт после ушлых майнеров. Ну а я, в свою очередь, наконец избавлюсь от 120 гиг занимаемого пространства этими незаконченными футажами. На этом все, друзья. Не забывайте переходить в наш телеграм-чат, где мы с подписчиками обсуждаем старые и новые железки. Буду рад вас там видеть. Также пишите ваши комментарии, это помогает продвижению видео. В последнее время YouTube стал ограничивать монетизацию на канале, поэтому ваша помощь будет кстати. На этом все, друзья. С вами был Ликан и до скорого.